Литературный музей имени Константина Иванова отмечает сегодня 75-летие. В честь этого события открылась новая экспозиция, а поэты и писатели собрались на творческий вечер. Музей имени Константина Иванова был создан в 1940 году, к 50-летию основоположника чуварской классической поэзии. Но просуществовал всего год. Началась война, средств не хватало, помещений не хватало. В 1957 году для музея нашли отдельное здание – старинный особняк на углу улиц Ленинградской и Плеханова. Но и он попал в зону затопления. Зато в 1990-м, к столетию поэта, музей получил не только новое помещение, но и возможность расширить экспозицию. Вот здесь детсад был, деревянный, двухэтажный. Его снесли и начали строить этот дом. Там года три, наверное, четыре строили, и как раз с 1986 года по 2019 успели это запустить, и мы были очень рады. Подобными музеями может похвастаться далеко не каждый регион. Как правило, экспозиции посвящают жизни и творчеству какого-либо одного выдающегося поэта или писателя. У нас же под одной крышей собраны более 300 деятелей национальной литературы. Вот такая мечта была именно детских писателей показать. Можно и Чаплину было, тоже Трубино, Марфомот. Помимо постоянной экспозиции в литературном музее проводятся тематические выставки. Сегодня, например, она посвящена самому музею и его сотрудникам. И творческие вечера. С недавних пор в литературном салоне стали бывать и художники со своими вернисажами. И теперь посетители музея могут представлять, что они читают иллюстрированную хрестоматию по чувашской литературе. Елена Гальперина, Олег Якимов, Андрей Спиридонов. Республика.